Сегодня в Израиле досрочные парламентские выборы. Пятые за 4 года. На 120 мест в Кнессете претендуют 40 партий, но реальные шансы есть лишь у нескольких политических сил. Основная борьба будет между партией Ликут во главе с Беньямином Нетаньяху и партией Еш-Атит, которую возглавляет действующий премьер Яир Лапид. Для формирования правительства партии или коалиции необходимо набрать 61 место из 120. В какой атмосфере проходят выборы в Израиле? Кто может стать следующим премьером? И как сменится позиция страны по поводу войны в Украине на фоне военного альянса Ирана и России? Эмиль Шлеймович, главный редактор портала «Детали», присоединяется к нам в эфире. Эмиль, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в какой атмосфере будут проходить эти выборы в Израиле? Ведь есть информация, что накануне система безопасности получила сотню предупреждений о возможных терактах. Ожидались и кибератаки, и другие провокации со стороны соперников, в частности, Ирана. Какая сейчас обстановка в Израиле? Действительно, в Израиле... Ну, если говорить об общей ситуации, то люди просто немножко устали от бесконечных выборов. Это может сказаться на явке. Посмотрим, как это будет происходить. Что касается опасности атак, о которых вы упомянули, да, действительно, были предупреждения о возможном вмешательстве том или ином со стороны Ирана, либо со стороны России. Но особенность израильской системы заключается в том, что здесь все делается маленькими бумажками, почти все, и вручную. То есть здесь нет электронного голосования, в которое легче вмешаться. Поэтому удары, если они будут нанесены по инфраструктуре, они могут касаться вбросов дезинформации, в том числе через российские каналы, которые в Израиле вещают. Они могут касаться, проявиться в атаках на какие-либо сайты, в том числе на сайт Центральной избирательной комиссии. Это все может создать помехи, но будем надеяться, что не создаст какого-то серьезного прецедента, когда возникнет необходимость там или здесь пересчитывать выборы. До сих пор такого не происходило, а израильская система устойчива к возможным воздействиям. Эмиль, давайте обсудим диспозиции, скажем так. То есть вот есть партия Нетаньяху, есть партия Лапида. На ваш взгляд, чьи шансы сейчас выглядят более приемлемы с точки зрения того, кто может действительно создать коалицию? Видите ли, особенность Израиля. В Израиле, как вы знаете, пропорциональная система, голосует только по партийным спискам, и вся страна воспринимается как единый округ. Еще одна особенность системы в том, что мест в Кнессете 120, но там присутствует также радикальный арабский блок. Это блок партии Хадаш Италь, который принципиально не входит в израильское правительство. Соответственно, нужно набрать большинство, то есть 61 голос, но без учета вот этих арабских голосов, то есть еще даже чуть-чуть больше, чем большинство. Преимущество по голосам между партией есть небольшое относительно мандатов 4 у партии Ликут. На втором месте партия Ликута, это партия Бениамина Нетаньяху, который отличился в прошлом декларации своей дружбы с Путиным в так называемой другой лиге. На втором месте по опросам пока идет партия Лапида, все это последнее время шло, но дело даже не в этом. Дело в том, кому потом удастся собрать своих сторонников. За Нитаньяху идет правый блок, право-религиозный, за Лапидом идет лево-либеральный блок. И дальше там возможны любые перестановки, кто подтянет к себе арабов, кто сможет расколоть какой-то блок для того, чтобы недовольных политиков тем, что им не достались министерские парсты, к себе перетащить. То есть сначала у нас победитель будет пытаться сформировать правительство, ему поручит это президент. Если у него это не получится, второе место занявшая партия будет пытаться сформировать правительство. Как бы то ни было, даже если правительство останется шатким, сохранится вероятность, что потом какого-то депутата сманят в соседний лагерь. Это затяжной политический кризис, который у нас продолжается уже 3,5-4 года. И я думаю, что этими выборами он не закончится. Мы и следующие, шестые уже по счету выборы будем проводить как внеочередные. Эксперты пишут, что Нитаньяху снова в игре, потому что сейчас для израильтян главная не экономика, а к Нитаньяху были вопросы по поводу экономики, а внешняя безопасность, вот это вышло на первые планы, поэтому снова за него люди готовы голосовать. Так ли это? Нитаньяху никогда не выходил из игры, и вопросы безопасности всегда были приоритетными в его риторике и в его предвыборных всех программах по одной простой причине. Страх это чрезвычайно сильный посыл, а тем более сейчас, когда обстановка с безопасностью в Израиле на самом деле из месяца в месяц становится все хуже и хуже. За последние 8 месяцев у нас по статистике произошло более 2200 терактов. Ну правда, пусть никого эта цифра особо не смущает, тут даже брошенный в машину камень записывают терактом, потому что да, стоят арабы на шоссе и забрасывают проезжающие машины с израильскими номерами камнями, могут погибнуть или пострадать люди. Не говоря о нападениях с ножами, не говоря реально о наездах, об очень многих других ситуациях, в которых мы существуем. Ситуация с безопасностью поэтому, конечно, всех беспокоит, и на этой теме поднимается не только Нитаньяху, один из его оппонентов, это нынешний министр обороны Бенни Ганс, который имеет довольно славное военное прошлое, собирает голоса людей, которые хотели бы видеть у руля в том или ином качестве боевого генерала. Но что касается экономики, есть что предъявить и Бениамину Нитаньягу, и нынешнему кабинету, где министром финансов является Виктор Либерман. Здесь спор идет о том, что одно и то же действие разные люди называют или хорошим, или плохим, в зависимости от своей политической адженды. Экономическая безопасность израильтян беспокоит тоже. По исследованиям оно занимает второе место после экономики. Эмили, вы сказали, и многие эксперты с вами солидарны в том, что Нитаньягу все-таки олицетворяется с такой определенной дружбой с Путиным. На ваш взгляд, если допустить, что его партия выигрывает выборы, он снова становится главой Израиля, как может измениться политика Израиля в отношении Украины? Никак она не изменится, если Нитаньягу придет, потому что Нитаньягу не заинтересован ссориться ни с Путиным, ни с другими подобного рода политиками опасными и для мира в целом, и, кстати, для еврейского народа в том числе. Я неоднократно говорил, могу повторить еще раз, что израильский якобы нейтралитет в этой войне, которого придерживаются самые разные наши политики, как глава оппозиции Нитаньягу, так и люди в нынешнем кабинете, а Виктор Либерман, например, это никакая не нейтралитет, это молчаливая поддержка Путина. И вы знаете, что можно спорить о военной помощи, или о ситуации, в которой мы вынуждены в той или иной помощи отказывать. Но существует же масса других вещей. Гуманитарная помощь, которая поставляется недостаточно, отсутствие антироссийских санкций и так далее. На мой взгляд, вне зависимости от исхода этих выборов, если радикально ничего не изменится, то и позиции Израиля по отношению к российско-украинской войне, к российской агрессии против Украины, к сожалению, останется такой же неизменным. Вот вы сказали про молчаливую поддержку Путина еще несколько месяцев назад, но условно можно было бы это как-то еще себе понять и объяснить. Но сейчас, когда Иран, главный враг Израиля, фактически вступил, ну не в войну, но активно помогает России и дронами, и сейчас там ракетами, и речь идет, то почему бы Израилю не стать более, не знаю, на сторону Украины, более поддерживать Украину? Возможен ли такой сценарий или категорически исключается? Категорически не исключается ничего, он теоретически возможен, но есть предположение, что в израильской политике на самом верху, в самых верхших эшелонах власти давно уже окопались путинские агенты влияния. И, ну, как вы знаете, министр финансов Эгидор Либерман был включен в список миротворца 30 октября, и Бенемин Нетаньягу излишне дружит с Путиным и другие люди. Это не событие сегодняшнего дня. Я могу вспомнить, что когда происходили кровавые события на Балканах, израильская парламентская делегация умудрилась поехать в Сербию и выражать там поддержку сербскому народу. То есть вот эта вот позиция, она определяется теми политиками, которые связывают в верхних эшелонах руки даже тем, кто хочет что-то сделать. Пока эти люди сидят во власти, изменить что-то будет сложно, уйдут они во власти, когда появятся реальные доказательства того, что они представляют интересы не Израиля. И на самом деле Израилю это вредит. Я как израильтянин в первую очередь забочусь об интересах своей страны. И я опять же говорю, что Украина победит в этой войне и переживет все трудности с поддержкой Израиля или без поддержки. Вы все равно победите. Но для Израиля очень плохо и очень неправильно стоять не на той стороне, потому что потом за это придется расплачиваться. И вот одно из первых негативных ласточек – это голосование Украины по резолюции о нераспространении ядерного оружия на Ближнем Востоке. Позиция, которая не понравилась многим в Израиле, но которая является определенным ответом на то, что Израиль ничего не делает 8 месяцев. А звучал ли вообще украинский вопрос в предвыборных тезисах партии? Вообще какое отношение именно к помощи и непомощи Украине, вот этой нейтральной позиции молчаливого согласия? Партии, которые не поддерживают Украину, потеряли очень много русских голосов, голосов русскоязычных избирателей. Очень много они на этом потеряли. Эти голоса отходят к тем политикам, которые хотя бы на уровне деклараций выражали осуждение России и выражали поддержку Израиля, или хоть какую-то минимальную помощь, будь то в отправке госпиталя, или будь то в поставке мизерного количества касок и бронежилетов все-таки Украине оказывали. Да, эти политики поплатятся, они поплатятся хотя бы полутора мандатами примерно за свою молчаливую поддержку Путина. На это не бог речь что, но что-то, да. Спасибо вам, Эмиль Шлимович, главный редактор портала «Детали». Говорили о сегодняшних парламентских выборах в Израиле и как после их результатов изменится или не изменится поддержка Израилем Украины. Спасибо.